Зиму выселять. А скажите, девочки, вот в ваших городах, в ваших поселках, откуда вы приехали, знаете ли вы там, ну есть ли там действительно разрушение, вот в какой... Конечно, конечно. Вот у нас, например, я хотела ребенка в школу, там у нас два снаряда попало в школу. Специализированная школа, это недавно, вот Киев прям финансировал. Для людей у меня ребенок почти не видит, на один глаз ее. Специально в школу ее полностью разрушили. Это в Теплогорске городе попало два снаряда. У меня дома тоже попал снаряд прям по дороге, ну... А какой именно город можете назвать? С Таханова. А, С Таханова. Кстати, много С Таханова в Чугуеве там есть. В Чугуеве, да, сначала в Чугуеве, потом сюда, так как у меня маленький ребенок, мне сюда... Можете представиться, сколько вашему ребенку? Одному шесть, а другому девять. И как вас зовут? Даша. Месяцем. Да, Дарья, 9 месяцев. Кто еще знает, что если действительно были разрушения в ваших городах? У нас школы вообще все уничтожены, садики. Очень много садиков пострадали. И так там как бы позакрывали очень много, а в основном все, можно так сказать, пострадали. Домов очень много там. У меня дома даже, тоже возле дома взорвался, и окна повылетали. Как бы возвращаться рано, рано, в любом случае рано. А вы где живете именно? В Донецке. В самом Донецке, так вот рядом. То есть много разрушений в самом городе, в областном центре. Очень. Нет, ну по окраинам больше, конечно, разрушений, чем в центре самом. И можете сказать, как вас зовут? Лиза Немёвр. У вас? Ну так я слышала, он созваниваюсь, вот именно, в центре города. Центр. Большой Толст. А какой город? Янакиево. 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 Это, кажется, родной город Виктор Янукович? Конечно. Да. Они его оставили на закус. Да, вот именно. Его сейчас разбивают конкретно. Да, его хорошо, да. Там, во-первых, и воду очень перекрывают, и свет у них. Да, у них банки вообще не магазины. Вообще ничего. А как вас зовут? Елена. Елена, спасибо. У меня тоже самое Донецк-Петровский район. Мы с одного района, поэтому. Тоже самое с Тахановым, тоже с одного того же района, так бы сказать. Ну, смотрите, вы когда уезжали, ну, были разрушения? На данный момент, когда я уезжала, это было, так скажу, это было, мы уезжали в воскресенье, мы уезжали тоже, получается, гуманитарным автобусом нас вывозили. Это было в субботу. Я пришла до сестры, мы уезжали с сестрой из Таханова. Было тихо, все прекрасно, как говорится. Ну, в обычный нормальный день. В какие-то доли секунды начала действительно бомбить. Вот реально. Мы сумки собирали за пять минут под обстрелом. И, получается, бомбили именно с самолета, так бы грубо сказать. Потому что многие видели этот самолет, многие снимали это все на камеру. Как говорится, за пять минут мы собрали сумку, на следующий день утром, в восемь часов утра мы уже, как говорится, уехали из Таханова. Что там дальше происходило, я сказать точно не могу. А также тоже звоню, какого-то звоню, тоже самое, также рассказал, там упал снаряд, то разрушило, там упало, взорвалося, там упало, то бежна, точно так же, как и Дарья. Девочки, ну, а вот вы знаете, вот где, допустим, ваши мужья, может быть, любимые сейчас? Дома. Дома? Прячутся по подвалам, по гаражам прячутся. У кого они есть? У кого есть, они прячутся, ходят на работу пешком. Вот недавно только пошли у нас автобусы. Зарплату им тоже не платят. Вот у меня муж работает на ЕМЗ, в Янакевском. ЕМЗ была разбита у нас? ЕМЗ была разбита, тоже попал в снаряд. Шахты закрыты все. И как вас зовут? Екатерина меня зовут. Да, Екатерина, а вы Наталья? Я Наталья. Ясно. Ну, то есть сейчас... Еще хотим, чтобы, если это выйдет в эфир какой-либо, хотим, чтобы нас услышали. Мы не жалуемся, мы просим о помощи. В связи с тем, что я являюсь многодетной, малообеспеченной матерью. Живу я без мужа. У меня трое детей на иждивении. Я одинокая мать и многодетная. И как бы здесь каждый второй из нас, это многодетные матери или матери-одиночки являющиеся. Если у кого-то даже есть куда вернуться, то мы не можем, потому что у нас не платят деньги, стреляют. Да. Просим, скорее всего, наверное, больше о помощи. И искренне благодарны за то, что нас приютили, то, что нам дали, то, что как бы нас не бросили. Но хотим какой-то определенности в связи с тем, что здесь неотапливаемое помещение. То есть помещение неотапливаемое? Нет. Здесь, да, на зимний период здесь нет возможности остаться. Так как... А это вы нам сказали, чтобы мы как-то искали себе варианты. Как-то или себе искали, или просили о помощи. Что очень возмутимо, был фунок от Натальи Владимировны, от СЗН Богодуховского района. А это что такое СЗН? Вот СЗН, это начальник совместного управления... Да, управление... Управление труда. Управление труда. Она сказала, что мы звонили с претензиями, с жалобами, хотя этого не было. У нас было большое количество. Когда нам четверг это объявили, да, этот разговор все слышали. Мы можем повторить. Мы звонили действительно в департамент. Мы звонили, просили о помощи, чтобы нам помогли с детскими как-то разобраться, если мы уже будем, ну или возвращаться домой, или же где-то здесь будем. Не знаю, как это все будет выглядеть, потому что страх остаться с детьми на улице в зимний период. Она сказала о том, что мы неблагодарные, много нам было помощи оказано с их стороны. А мы вот с претензией, как бы, услышать она меня не хотела. Лично я с ней разговаривала. То есть, как бы вот так. Если этот репортаж выйдет, дай Бог, ему, и нас услышат, то мы еще раз говорим, мы не жалуемся. Мы просим. Просим о помощи. Так как нас, ну может быть, останется с детьми 70-80 человек, которые просто пойдут на трассу, перекроют трассу. Ну, во всяком случае, большинство людей, которые на сегодняшний момент здесь стоят, они готовы к этому. Дети, маленькие и так далее. Понятно, спасибо. И можете, девочки, сказать, вот кто знает, вот цифры, сколько сейчас вас здесь, в этом лагере? 90 человек. Можете сказать, да. У вас 90 человек, из них детей? Из них около 30. Около 30. Третьи взрослых и все остальные дети. А в основном дети здесь. Понятно. А что дети делают, вот, свободное, скажем так? Как зовут? Миша зовут. Нам 9 месяцев. Давай. Слава Богу, дети обеспечены игрушками, вниманием не отделены. Мишка. Давайте все-таки надеяться на лучшее, да, лично? Да, мы надеемся на лучшее. Спасибо большое вам. Хотелось бы уйти домой. Надеемся на благоразумие наших властей и тех, и тех. Чтобы, наконец, услышали хотя бы народ. Не просто себя делили территорию, а народ и детей услышали. Потому что это уже все надоело. Я хочу, чтобы мой ребенок пошел в мою школу, где я училась. Хочу, чтобы мой ребенок спал спокойно на своей кровати. И у себя дома. А не скитались мы по всяким лагерям и тому подобное. Да, ко мне. Учили жить, ко мне. Да, после обеспечения сидеть. Мы здоровые люди, мы можем сами себе заработать. Вот я, например, работаю, я написала бесплатный отпуск. У меня он скоро заканчивается, а мне надо ехать на работу. У меня нет ни социальных каких-то выплат. Я не мать-одиночка. Я не многодетная мать. Но я спасала своего ребенка, я его вывезла. Муж остался там, а я сюда приехала. А скоро мне на работу. Что мне делать, я не знаю. Так что тут как бы... Хотелось бы, чтобы услышали нас власти. Ну вы хорошо, и те, и другие. И те, и другие, да. И те, и другие. Хоть кто-нибудь, просто нельзя ждать. Хоть кто-нибудь. Чтобы пришли какого-нибудь соглашения в конце концов. То есть да, вопрос стояла перемирия. Перемирия вообще нет. Перемирия вы считаете нету? Нет, потому что у нас до сих пор бомбят. И стреляют. Да, мы не знаем, кто именно эта сторона стреляет. Или эта сторона стреляет. Мы не знаем, кто это. Но они стреляют и бомбят. Так что как бы... От четверо детей у нас. Понятно, девочки. Ладно, держитесь тогда. Телефончики есть. У Жанны есть мой телефон. Будем надеяться, что все-таки мы уже бочу в Харькове подняли по вашему вопросу. И по официальным инстанциям. Спасибо, что не бросаете нас. Вам терпения, здоровья. Всего доброго. На машине, да. На машине, да.